2015 год в Чувашии объявлен годом Константина Иванова. К 125-летию со дня рождения великого классика в Чувашском драматическом академическом театре готовят пьесу о его судьбе и творчестве. На репетиции побывала наша съемочная группа. Сплотнитесь, братцы, в круг теснее, во имя общих наших дел, и заработаем дружнее, и славный будет наш удел! «Добрый человек с горячим сердцем» – так в переводе звучит название нового спектакля. Именно Константин Иванов подарил нам «Бессмертную Нарспи». Эту поэму перечитывают уже несколько поколений. Создавая персонаж, конечно же, опирались на воспоминания тех людей, которые вместе учились, вместе жили с Ивановым. Он всегда был таким обаятельным, порядочным, немножко стеснительным даже. Поэтому здесь таких особых трудностей не было. Но, конечно же, судьба этого человека, нашего гения, для меня вообще загадка, конечно, как он мог написать 18 лет за такой короткий срок такую поэму. В спектакле много чувашских песен. Их хотят исполнять вживую. А мой персонаж очень трепетный, полностью поглощенный Константином Ивановым. Я, Тоня, вообще влюблена по уши в него. Константин Иванов очень, да, он красивый, статный. И, конечно же, такие стихи пишет, что мы просто безума от него. Сейчас много современных постановок. И эта постановка, не знаю, больше для, ну как, ну и школьников и взрослых людей, которые вот окунутся в прошлое. Все вспомнить, как оно, вот история, как все было. Мне кажется, это очень интересно, да. Вот все знают Константин Иванов, театр имени Константин Иванова. А что же, как же все на самом деле было. Мне кажется, это очень будет интересно окунуться в прошлое и все узнать. Главный режиссер театра Валерий Яковлев работает над спектаклем, как всегда, вдумчиво и серьезно. Автор бессмертной поэмы, классик Чувашский, Нарспей, о его трудной жизни, о его становлении как поэта, какие сложные были у него жизненные ситуации, как Иван Яковлевич Яковлев, просветитель Чувашский, поддерживал, помогал его становиться вот той личностью, каким он стал, как мы сегодня его представляем. Первая пьеса о Чувашском классике была поставлена еще в 50-е годы, а это уже третья версия. Она написана основателем Чувашского театра и Акимом Максимовым-Кошкинским. Кстати, премьера спектакля назначена на 25 марта. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Евгений Анисимов, Республика.